Первые упоминания о поэтах-песенниках средневековой Франции, которые сами сочиняли и исполняли свои лирические произведения под музыку, относятся к XI веку. Главным в их поэтике был культ возвышенной любви, где молодой юноша преклоняется перед знатной замужной женщиной без надежды на взаимность. В этих чувствах первостепенным было не столь обладание предметом страсти, сколько духовное совершенствование мужчины через преодоление препятствий, стоявших между ним и прекрасной дамой. Встречались в то время хоть и в меньшинстве поэты-воины, предпочитающие воспевать не любовь, а воинские победы, ратные подвиги и героические сражения. Рассвет трубадуров пришелся на XII-XIII века. Особенно плодотворным для них стало правление Алиеноры Аквитанской. Поэзия трубадуров просуществовала более 200 лет, но с усилением власти церкви, не одобрявшей внебрачные отношения между мужчиной и женщиной, сошла на нет, оставив после себя богатое культурное наследие. До нас дошли 2500 произведений 400 поэтов Средневековья. Всего в истории упоминаются имена 600 трубадуров, самым известным среди которых считается герцог Гильом Аквитанский. Само слово трубадур в переводе с провансальского языка означает «слагающий песни». По свидетельству историков, во Франции после революции XVIII века все королевские знаки отличия и привилегии были отменены. Достойные сограждане поощрялись денежной премией, воинские подразделения награждали почетными знаменами, а воинов – именным оружием. Но вскоре стало ясно, что этих мер поощрения недостаточно, и первый консул Франции Наполеон Бонапарт 19 мая 1802 года обнародовал закон об учреждении национальной награды страны Ордена Почетного Легиона. Он был задуман не просто как отличительный знак, но и как организация, призванная объединить в своих рядах граждан, удостоенных этой награды. Рядовые ордены назывались легионерами, затем шли офицеры, майоры и высшие офицеры. Орденом руководил Большой Совет во главе с Первым Консулом. Первыми награжденными в 1804 году стали 5000 человек. В настоящее время орден имеет три степени – кавалер, офицер, командор и два достоинства – высший офицер и кавалер Большого Креста. Великим магистром организации является президент страны. Французский Орден Почетного Легиона сегодня один из самых престижных в мире. Но, несмотря на это, известны случаи отказа от его получения. Например, композитором Берлиозом, писателями Жордж Санд и Жан-Поль Сартом, учеными Пьером и Марией Кюри, президентом Сирии Башаром Асадом. Среди россиян, удостоенных этого знака отличия, президенты России Борис Ельцин и Владимир Путин, балерина Майя Плесецкая, певцы Федор Шаляпин и Галина Вишневская, писатель Илья Эренбург, режиссер Никита Михалков. Как гласит история, этот вулканический остров в Южной Атлантике обнаружил испанский мореплаватель Жуан-Донова 21 мая 1502 года в День Святой Елены. Состоявший на службе у португальцев, он в 1501 году следовал из Португалии в Индию во главе флотилии из четырех кораблей и открыл в начале остров Вознесения, а на обратном пути – остров Святой Елены. Вплоть до 1582 года это место оставалось неизвестным другим европейцам, пока его не посетил английский капитан Ковендиш во время своего кругосветного плавания. Но заселение острова началось только в середине 17 века, когда голландцы основали здесь первую колонию. Став стратегически важным объектом, он служил пунктом снабжения водой и продовольствием морских судов на пути в Индию. В упорной борьбе за обладание островом Англия одержала победу над голландцами, и в 1659 году он перешел Ост-Индской кампании, а в 1834 году стал колонией Великобритании. Большую известность этот кусок суши получил как место ссылки и смерти Наполеона Бонапарта, которого английское правительство держало здесь в плену с 1815 по 1821 годы. По первой версии в 1757 году в Майон, столицу испанского острова Минорки, где проходила военная кампания, вошли французские войска, возглавляемые герцогом Ришелье. В это же время к стенам города подошли англичане и окружили его, взяв в плотное кольцо. Сдаваться противнику герцог не хотел, но голодная смерть уже грозила жителям Майона, у которых из провианта оказались лишь оливковое масло и куриные яйца. Тогда шеф-повар Ришелье проявил находчивость. Он растер яичные желтки с сахаром, добавил к смеси оливковое масло, получив новый соус, который назвали майонез, в честь осажденного города. По второй версии соус был создан наоборот, благодаря изобилию продуктов. В 1782 году французский герцог Луи Крильонский отвоевал у англичан майон, в честь чего был устроен большой пир, для которого повара приготовили невиданный доселе соус. Но историки не исключают, что на Средиземноморье, где всегда были в избытке яйца и оливковое масло, его умели готовить и раньше. Поэтому по третьей версии майонез своим происхождением обязан соусу Ай-Олли, перетертому с оливковым маслом и яйцами чесноку, о котором писал еще древнеримский поэт Вергилий. Просто французы дали ему другое название, сделав старинный рецепт популярным во всей Европе. Как бы то ни было, начиная с 18 века, майонез прочно закрепился в меню европейских аристократов, став классической заправкой к любой холодной закуске. Как гласит история, несколько тысячелетий территорию этого канадского города у подножья горы Хошелага населяли индейцы. Но первое постоянное европейское поселение возникло здесь 18 мая 1642 года, благодаря французам, которые переименовали гору в Монт-Руайаль, что означает Королевский холм. Это название и дало имя новому городу, расположенному на реке Святого Лаврентия, недалеко от места ее слияния с притоком Оттавой. Основание Монреаля было частью масштабного миссионерского движения, которым руководила Франция. Хотя город был отбит англичанами у французов еще в середине 18 века, но франкоговорящие и поныне составляют основное его население. Современный Монреаль – это второй по величине, который является сердцем провинции Квебек, негласной ее столицей. Построенный по канонам европейской архитектуры, он отличается неброскими, стилистически выдержанными зданиями. Мотивы фасадов и облицовки восходят к парижской моде. Не зря город часто сравнивают со столицей Франции. Здесь есть свой Нотр-Дам, свой дворец правосудия, свое Марсово поле. По числу музеев, художественных галерей, театров, Монреаль – первый город Канады. Не зря говорят, Монреаль – это Европа, в которую вросла Америка. Продолжение следует...